Я и мой подзащитный Абдулгазиев ТОФИК поддержали апелляционные жалобы. Я просил обратить внимание суда на международное право о том, что к моему подзащитному применима 4-я Женевская конвенция. ТОФИК Абдулгазиев, мой подзащитный, пояснил суду, что он пришел в это судебное заседание не за тем, чтобы его оправдали, и он прекрасно понимает, чем закончится сегодня апелляционное рассмотрение. И он пришел не с надеждой на то, что его сегодня отпустят и так далее. Он сказал, что пришел в судебное заседание только ради того, чтобы предупредить судей и всех, кто совершает преступления сегодня против крымско-татарского народа, против мусульман, что рано или поздно всем придется ответить за это, как в этой жизни, так и на суде Всевышнего в судный день. Такая риторика была моего подзащитного. Он говорил о том, что преследуют его и весь крымско-татарский народ по политическим мотивам. И эти дела доказывают, что существует на территории Крыма преследование и дискриминация по религиозному признаку. Ну, конечно же, суд ушел в совещательную комнату. Решение осталось в силе Верховного суда. И апелляционные жалобы наши остались без удовлетворения. Мы считаем, что постановление суда является незаконной и необоснованной, как и все уголовное дело. Сылаемся на международное законодательство, а именно на 4-ю Женевскую конвенцию. Мой подзащитный Римзи также высказал позицию о том, что многими правозащитными организациями он признан политическим заключенным. Что его преследуют за его веру, за его активную деятельность, за его профессиональную деятельность. Так как он является журналистом интернет-издания «Грани.ру». И освещал с 2014 года все те события, которые происходят в Крыму. И только из-за этого спецслужбы его и преследуют. Также он озвучил о том, что он является гражданином Украины. И чтобы к нему применялась 4-я Женевская конвенция. Также он, как историк, он сказал суду, что он по образованию историк. И, зная историю, он видит, что Россия неоднократно не соблюдала договора, которые заключала. И в очередной раз доказательством является то, что она не соблюдает Будапештский меморандум. Он вспомнил про Кучук-Кайнарджикский договор, когда Россия также нарушила его и аннексировала Крым в 1783 году. После этого его суд, конечно же, начал прерывать суду. Я думаю, неприятно слышать такие речи, которые исходят от политзаключенных, от крымских татар. Но Римзи продолжил говорить о том, что крымских татар депортировали, о том, что крымских татар на сегодняшний день сажают в тюрьмы. То есть, очень хорошая была речь у него. Но, к сожалению, суд оставил постановление Верховного Суда Республики Крым без изменения. Хотя, это первый раз, когда Третий Апелляционный Суд общей юрисдикции вообще рассматривал наши апелляционные жалобы. Но мы увидели, что ничем не отличаются и от крымских судов, и от ростовских судов. Поэтому, все стабильно, все без изменений. Чокса Улз.